Библейский портал экзегет.ру представляет Очень радостная глава. Война-то гражданская против царя Давида поднялся его собственный сын Авшалом и увлек за собой значительную часть израильтян. И вот Давид с небольшим войском, но с войском, которое привычно к войнам, с войском, которое пользуется поддержкой пусть даже не большинства населения. Большинство населения всегда индифферентно и смотрит на того, в чьих руках власть или кто там самый красивый демагог. А тех, кто готов жертвовать, тех, кто готов рисковать своей жизнью, чтобы известить ему о том, что происходит встание Авшалома, чтобы пожертвовать свое имущество на пропитание войск. Вот такие люди поддерживают Давида. И понятно, что столкновение прямое неминуемо. Но войско Давида, уже не растерянная группа, которая вышла из Иерусалима, они уже подготовились к сражению. Давид осмотрел народ, который был с ним, и поставил над ними тысячных и сотенных начальников. То есть, ну, страна поделилась на две части, поэтому кто-то с Давидом, кто-то нет, надо заново формировать это войско. И главное его упорядочить. Треть войска Давид отправил под начало Иоава, это его главный полководец. А другую треть под начало Мавишая, сына Церуи и брата Йоава, еще треть под начало Итая Гетсита, то есть из Ферестемского края. Давид объявил народу, я сам выступлю вместе с вами. Но народ отвечал ему, лучше не ходи. Если мы обратимся в бегство, никто и не заметит. Если погибнет даже половина из нас, никто и не заметит. Но ты стоишь десяти тысяч из нас. Ты больше поможешь нам, оставаясь в городе. Вот Давид когда-то ходил в походы, когда-то участвовал сам во всех военных кампаниях и делал все то, что полководец должен делать. Но вот здесь и сейчас ему лучше подождать, потому что, собственно, его одного и нужно в шалому. Можно собрать новые войска. И войско готово это признать. Царь ответил им, как вам кажется правильным, так я и поступлю. Царь стоял подле ворота, а народ проходил имя него по сотням и тысячам. Царь отдал Юаву, Авишави и Таве, такой приказ. Помягче с мальчиком моим, со вшаломом. И народ слышал приказ, данный царем военачальником об овшаломе. Да, это война. Да, овшалом глава вражеской армии, но он сын Давида. И точно так же, как народ говорит, мы хотим, чтобы ты остался жив, царь. Так царь говорит народу, я хочу, чтобы мой сын остался жив. Но ведь, когда вот идет такая борьба, понятно, что дело все в личности. Дело в личности либо царя, либо того, кто пытается занять его место. И народ это прекрасно понимает. Если не все, то, по крайней мере, те, кто ведет его в бой. Народ вышел в поле напротив израильтян и состоялась битва в Ефремовом лесу. Израильтяне были там разбиты сторонниками Давида и понесли в тот день огромные потери. 20 тысяч человек. Битва оттуда распространилась во все стороны. И лес в тот день отнял больше людских жизней, нежели меч. Интересная такая фраза, да? То есть открытое столкновение погубило меньше людей, чем что? Чем что? Дикие звери в лесу или там какие-то западни были? Вряд ли, наверное, скорее вот ситуация, когда войско разбежалось, и дальше уже каждый сам по себе. Это уже не бой, а побоище. И вот там в лесу, ну, вряд ли там прямо стаи диких волков, медведей и львов бегают и едят всех. Но уже не очень понятно, вот как из этого леса выйти, если по нему бродят отряды с оружием. И, в общем, лучше им не попадаться. Скорее, наверное, вот про это неконтролируемое избиение, чем про диких зверей. Афшалом неожиданно встретился со сторонниками Давида. Ну, видимо, вот в момент, когда все разбежались и кто куда уже. А он был верхом на муле. Когда, мол, пробегал под веткой большого дуба, голова Афшалома застряла в ветвях, и он повис между небом и землей, а, мол, из-под него побежал. Я напомню, что у Афшалома была очень пышная шевелюра. И, наверное, вот как раз, видите, огромная такая шапка волос, с которой он скачет, и там густые заросли, и вот волосы застревают. И такая комедийная, на самом деле, картина. А с другой стороны, еще в птикниже было проклят всякие висящие на древе. То есть тело человека повешенное на дереве, это тело на позор повешенное. А Афшалом, который гордился своей красотой и высоким ростным внешним видом, отчасти из-за этого роста этой шевелюры попал вот в такую передрягу, да? И он висит, наверняка, это очень мучительно. И что сделать? Это увидел один человек и рассказал об этом Юаву. Я видел Афшалома, который повис на дубе. Ответил Юав тому, кто возвестил ему это. Раз ты видел его, что ж ты не сразил его на том же самом месте? Тогда я дал бы тебе 10 шекелей серебра и новый пояс. Не очень дорого он ценит жизнь вражеского полководца и царского сына. 10 шекелей — это 100 грамм с небольшим серебра. Ну, да, приятный подарок, но не сокровище. Но тот человек сказал Юаву, если бы и тысячу шекелей отвесили, мне не поднял бы я руки на царского сына. Ведь это при нас приказывал царь, тебе, Авиша, Витая. Сберегите мне, мальчика моего Афшалома. Я бы тогда подверг опасности свою жизнь. Не укрылось бы ничего от царя, а ты бы оказался тогда ни при чем. Да. Вот как любят высокие политики подставлять стрелочников. Кто-то там убил Афшалома, а я 10 шекелей, говорит Юав, ему дам. Ну, небольшая сумма. Юав ответил, нечего мне тут с тобой мешкать. Он взял три дротика и вонзил их сердца Афшалома, когда тот еще висел живым на дубе. Его окружили 10 отроков, оруженосцев Юава, и добили они Афшалома. Такая почти ритуальная смерть, да, казнь. Три дротика один за другим. Потом они добивают его. Вот все-таки Юав хочет не один участвовать в этой смерти. Он хочет, чтобы, ну, как бы не я его убил, да. Пусть по моему прямому приказу. Но добили его все-таки другие. Юав затрубил в рог, и войско прекратило преследование израильтян, ибо Юав остановил его. Ну да, цель достигнута, претендент на престол убит. Весь Израиль разбежался тогда по своим шатрам, а тело Афшалома взяли и бросили его прямо в лесу в большую яму и накидали сверху большую груду камней. Вот смотрите, что делают обычно в Древнем мире, когда победили вражеское войско, убили его полководца, тем более предводители мятежников. Конечно, это голову его хотя бы, наверное, целиком тело, надо всем показать, да, как там филистимляне на стене города повесили царя Саула мертвого, чтобы все видели, вот, как это здорово, мы его победили, а эти прячут. Да, то есть гражданская война не повод для гордости, даже для победителей. И то, что они вопреки прямому приказу Давида убили Афшалома, скорее заставляет их скрыть это тело, захоронить его, где попало как-нибудь. Афшалом еще при жизни воздвиг себе столб в долине царской, назвав его в свою честь. Ведь он говорил, у меня нет сына, чтобы помнить мое имя. Называется он Афшаломовым столбом и по сей день. Сегодня под Иерусалемом даже показывают такую гробницу, но, скорее всего, это не его, конечно, а более поздняя. И вот, смотрите, человек, который был озабочен своей, вот, какой-то славой, своим местом в этом мире. Он был красавцем, он был высоким, он стремился стать царем, он даже не хотел дождаться, пока его отец умрет, и сделал себя царем. И не хотел дождаться, пока его похоронят, и сам себе сделал гробницу и памятник такой. Потому что у него нет сына. Казалось бы, что ж такого странного, он был бесплоден, но тогда не очень с этим разбирались. Ну, может, еще родит, усыновит, в конце концов. Но для него важен только он сам. И человек, у которого нет сына, и сам оказывается не сыном своему отцу, он оказывается мятежником против него. Ахимац, сын Садога, тогда предложил, «Давайте я побегу, чтобы возвести царю, какой приговор вынес Господь его врагам». Но Иоав ответил ему, «Не быть тебе сегодня добрым вестником, в другой день принесешь ты добрую весть, но не сегодня, ведь царский сын мертв». Иоав приказал одному Кушиту, Кушит, иноплеменник, скорее всего, кстати, из Эфиопии чернокожий, «Ступай, скажи царю, что видел». То есть он своего какого-то близкого соратника не хочет отправлять, он ждет, что, ну, наверное, царь не наградит, а покарает в гневе такого вестника. Кушит поклонялся Иоаву и побежал. Но Ахимац, сын Садога, снова предложил Иоаву, «Как бы то ни было, дай мне побежать следом за Кушитом». Иоав ответил ему, «К чему тебе бежать, сын мой? Нет для тебя такой доброй вести, которая бы принесла награду. Пусть так, но я побегу». И тот ответил, «Тогда беги». Ахимац побежал прямой дорогой и обогнал Кушит. Вот, смотрите, у нас Афшалон, такой тщеславный человек, который хочет себе памятник при жизни, хочет быть царем. Ахимац, ну, конечно, он не поднимает восстание, более того, он сражается за своего царя, но ему тоже хочется быть первым, первым доставить весть о победе. Войти в историю хотя бы так. Хорошо ли будет? Давид сидел тогда внутри городских ворот, а на их крышу поднялся дозорный. Городские ворота — это довольно мощное сооружение, там какие-то комнаты есть. И понятно, что Давид ждет. Он в воротах, чтобы первым при приближении вестника выйти и все услышать. И вот он, дозорный, взглянул, увидел, как бежит человек совсем один. Дозорный обратился к царю и повязал. Царь сказал, «Если он один, то несет добрую весть». Интересно, почему? Наверное, потому что с доброй вестью спешат отправить гонца. Да, вот войско, которое возвращается с поражения, оно бредет, разбитое, унылое, и сразу толпой приходит. А когда оно победило, одному говорят, быстрее возвести нашим. Тогда дозорный увидел, как бежит еще один человек, и он сказал привратнику, вот бежит еще один человек, совсем один. Царь отозвался, «Это добрый вестник». Вот как он ждет этих известий. Дозорный сказал, «В первом я по походке узнаю Ахимаца, сына Садока». Царь сказал, «Он хороший человек и принесет добрую весть». Ахимаца закричал, обращаясь к царю, «Мир!» Пал перед царем на землю и добавил, «Благословен Господь, Бог твой, он выдал людей, которые подняли руку на господина моего царя. Мы победили». Но ликования нету. А царь спросил, благополучен ли мальчик мой, Ахимаца ответил, «Когда Юав послал царскую слугу и меня, твоего слугу, было немалое смущение, но я не знаю отчего». Не хочет рассказывать правду. Он бежит, чтобы успеть передать добрую часть вести, но и не врет откровенно. Поэтому все становится более или менее понятно. Царь велел ему отойти и встать в стороне. Он отошел и встал. Вот подбежал Акушит, и он сказал, «Добрая весть для господина моего царя. Сегодня Господь оправдал себя перед всеми, кто восстал на тебя, то есть сделал тебя победителем их». Царь спросил Акушит, «Благополучен ли мальчик мой, Ахшалом?» Акушит ответил, «Да будет то же, что и с отроком, со всеми врагами господина моего царя, и со всеми, кто злоумышляет против тебя. Царь в смятении поднялся в верхнее помещение ворот и зарыдал, и пока он шел, повторял, «Сын мой, Ахшалом, сын мой, сын мой, Ахшалом! О, если бы это я умер вместо тебя, Ахшалом, сын мой, сын мой!» Снова Давид оплакивает гибель, которая принесла ему победу. Гибель Саула и Юнатана в начале этой самой второй книги царей, которая вызвела его на престол. Юнатан, его близкий друг, Ахшалом его сын, и, собственно говоря, гибель Ахшалома упрочила его положение на престоле. Это разгром мятежников, это победа. Но это не триумф. Это все, что угодно, но не триумф. И, может быть, именно в этой книге впервые, вот в мировой истории, не знаю, там про Индию, Китай, другие далекие страны, но в нашей вот средиземноморской, европейской, христианской цивилизации первая история про то, что победа на самом деле – это поражение, потому что это скорбь по убитым, даже если убиты с той стороны. И следующая, девятнадцатая глава, будет сложным размышлением о том, каково это – скорбеть о победе. Продолжение следует...